Здравствуйте! В этом небольшом видео я расскажу о команде TXT2MTXT, DWG, в автокаде, который объединяет разрозненные односрочные тексты в мультитекст. Эта команда помогает при составлении исполнительной документации по электрике или, как в данном примере, это трубопровод. Мне надо объединить вот этот односрочный текст в мультитекст, чтобы перенести его в Excel и внести в таблицу сварочных швов. Или по электрике, то в рабочке иногда заказчик дает кабельные журналы в DWG. И с DWG надо перенести данные в протокол изменения сопротивления изоляции электропроводок или кабельных журналов. То есть это место расположения кабелей, их нумерация, их марку и так далее. По трубопроводам, например, такая форма P27.3, это теплопроводы, схема расположения сварных стыков трубопровода. У меня схема расположения участка трубопровода, и мне с этой схемы надо нести номера труб, номера стыков. В автокаре я выделяю односрочные тексты. Я все не буду выделять, вот четыре выделю. Копирую их, переношу в пространство, где можно с ними работать. Далее, выделяю эту команду. Эта команда будет под видео, так что вы можете ее скопировать. Ввожу командную строку, нажимаю Enter. Команда просит выделить объекты, я выделяю их. Нажимаю Enter, и все, у меня на четыре односрочных текста объединить в мультитекст, правда, с небольшими дефектами. Проверяем. Так, этот номер относится сюда. 805 к этому тексту. Красное к красному. Ну и эта труба относится к этому. Сейчас проверим. 10-322, красный текст и 79013805. Когда я делал исполнительную документацию в эту таблицу, которую он показал в схеме расположения слонных швов, я выделил все наименования трубопровода, объединил его в мультитекст, скопировал и перенес Excel. Вот, как бы я копирую дальше, перехожу в Excel. Перед этим я тренировался для видео. Ну и вставляю. После этого я работаю в Excel. Эти данные заношу в таблицу. Ну вот, такая команда в Автокаде, которая поможет вам при компоновке исполнителя документации, если есть у вас рабочая в DWG. Надеюсь, видео вам было полезно. Пользуйтесь. До новых встреч.